Всем привет! С вами BadPolygon и это перевод официального курса по Unreal Engine для тех, кто только решил познать все радости геймдева и остановил свой выбор на этом замечательном движке. Я долго размышлял, перевод какого игрового движка будет вам интересен и на моем канале в Telegram даже был создан опрос Unity или Unreal Engine, ну и как вы уже догадались победил Epic. Конечно же в самом начале курса, а я предполагаю, что касаемо Unreal Engine, на этом курсе все не закончится, хотелось бы предупредить, перевод осуществляется как есть, то есть какие-то термины переводятся, какие-то нет, какие-то речевые обороты по-русски трактуются немного иначе. Тем не менее, я это к тому, что ссылка на официальный курс на английском языке будет в описании этого и последующих видео этого курса. И в том случае, если вы считаете, что мой перевод недостаточно корректен, сбивает вас с толку и вы чувствуете, что получить эти знания правильнее будет, посмотрев курс на английском языке, то смело переходите по ссылке в описании и проходите его там. Естественно, курс будет доступен после авторизации на сайте. Лично для меня, как для автора видео, будет намного лучше, чтобы вы получили знания тем способом, который вы считаете правильным. Ну и не очень-то хотелось бы получить плохой отзыв в комментариях. Ну а кому все нравится и вы считаете, что стоит продолжать переводить этот курс, да в общем-то не только этот курс, а и разные другие туторы по этому движку, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также для быстрой связи и обсуждения есть чат в Telegram, ссылка в описании. Окей, давайте начнем. Привет! Меня зовут Милл. Мэти Уатштейн и в этой серии мы осветим основы работы с редактором. Мы подробно рассмотрим, как устроен редактор, а также как его настроить. Затем мы подробно рассмотрим вьюпорт, какие параметры доступны во вьюпорте и как перемещаться по нему. World Outliner – как он работает и для чего он нужен. Панель Details – что она делает и какие функции выполняет, когда мы ее используем. Панель Modes – какие доступные режимы у нас есть при работе в редакторе, а также рассмотрим панель Place. Content Browser – для чего нужен этот гигант и как настроить его так, чтобы он был менее громоздким. И, наконец, Main Toolbar – ярлыки для наших общих действий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова